Видео выходит при поддержке группы Underground Art. Здравствуйте, товарищи. Спешу сообщить вам, что сегодня вы увидите обалденный видос. Вот они, ночные стрит-арт-приключения, которые я так долго ждал. Как вы уже заметили, у нас тут опять Кадама. Кто-то скажет, да заебал уже, давно бы сделал что-нибудь новенькое. Согласен, но в этот раз вообще не важно, с чем я поехал. Схватил то, что было. Прикол не в этом. Этой ночью в Москву приезжают гости. Намечается грандиозное событие, честное слово. Поэтому кабанчиком собираюсь и лечу на вокзал встречать пацанов. Вы как из вагона выйдете, стойте на месте, мы сейчас подойдем. Из Петербурга прибыли уважаемые люди. Хотя какая тут может быть интрига? В названии видоса уже все написано. Но кто не в курсе, ничего страшного. Сейчас я вас по Шурику познакомлю и накидаю общее понимание сей движухи. Здорово. Здорово. Это Рост. Канал в маске. Рассказывает про Краслоу, теггинг. Один из крупных авторов на русском ютубе по теме граффити. До этого момента мы общались только онлайн. Охуенный мужик. А это Женек. С канала «Делай красиво». И связан он по большей части со скейтбордингом. Тогда я мало что о нем знал. И уж тем более не догадывался, в какую передрягу мы с ним попадем. Обязательно досмотрите видос до конца. Пацаны дружат. И успели хлопнуть парочку интересных проектов в коллаборации. И если вам заходит мой контент, то настоятельно рекомендую обратить на них внимание. Ссылочки на их каналы я оставил в описании. Вводная часть закончилась. Пора наводить движение. Погнали! Знаете, как я хочу построить рассказ? По-простому. Как будто я только что вернулся оттуда. А ты мой друг. И я вот в таком непринужденном формате делюсь с тобой впечатлением. Что я делаю? Ну короче, ребята с дороги проголодались. И мы решили ненадолго забазироваться у закусочной. Пока подарки подарили друг другу. Ну, пообщались, познакомились поближе. Там была еще тема на куртке расписаться. Нет. Ну, пока. На прошлошение у нас... А не на ваших темах, что возьмут бургер по персоналу. Просто вот он сидит, он просто заказывал, и мы заходить не хотели. Да нет. Да ничего. Вот сейчас брызгай. Ну, ты профи просто вообще. Это как у меня в подвале на потолке. Только я там руки просил оставлять. А здесь роспись или рисуночек. На память. На кармане вот тут будет удобно. Да. Я тебе его сейчас растяну ищу. Это, кстати, не первая моя знакомая, которая таким образом кастомизирует свои вещи. Прикольно. Мне всегда были близки такие идеи. Блядь, крест перевернутый наебенил на шмотке. Перевернутый крест — это святой Николай, короче, знак. Его повесили, ну, распяли на перевернутом кресте. Его не в основном разве распяли? Ну, короче, там какого-то святого распяли на перевернутом кресте. Вот это я точно помню. А при чем это тут сатанисты? Ну, блядь, не знаю. И там вообще много факторов, где это играло роль. Пусться. Провелся. Вот это мы сегодня будем клеить. Что не клеить? С вами. Я клей купил. У нас один штук будет. Разный. Ну, когда, знаешь, походил сейчас по улицам и понял, что слишком много людей здесь. Ну, так да. Надо будет как-то углубляться куда-то. Блядь, здесь им плохо, если бы. Ну, сейчас уже, да. 11 штук. Кровавый. Бодрейший, да. Вот этот особенно добрый. Ночью субботы на воскресенье. Народ неистово гуляет. Побродив тут еще какое-то время, мы поняли, что на Китай-городе нам делать нечего. Слишком уж тут людно. Да и интересные места под Кадама как-то не бросаются в глаза. И мы просто пошли в сторону центра. Погоди, тут тачка прям стоит рядом. Так, разминочная. На КГ, может, ты не паришься? Хочется уже побыстрее начать. А то просто ходим, бродим. Кадама кто вешать будет? Рост привез с собой кучу стикеров. Конкретно такие у меня уже есть. За несколько недель до встречи пришла посылочка, о которой я вам обязательно расскажу, но попозже. Пока ребята зашли в супермаркет, я время зря не терял. Уже вошел во вкус. Как егер с колой вошел в меня. Разумеется, дела пошли проще. Я стал более раскованный. Ничего не хочу сказать, но лично мне это на вылазках помогает. Не вставляй, это не мое. Я понимаю, но сейчас скажешь по этому поводу. Почему не брать такие стикеры? Ну, потому что они отрываются, сохраняя липкость. И я сейчас сюда что-нибудь нарисую и поставлю. Но ты это не вставишь в видос, потому что это некрасиво. Хорошо. Прикиньте, в магазине Женьку узнали какие-то рандомные чуваки, которые подлетели к магазину целой командой на ВТБшных великах. Пофоткались, все дела. На самом деле круто, когда происходят такие вот встречи. Реально, в тот момент на улице кроме нас не было ни души. Вот такие вот совпадения. Представляете? Той ночью мы нашагали какое-то безумное расстояние. Уже светает, но по ощущениям все только начинается. Мы решили пока немножко зависнуть на лавочке. Ну и я, собственно, на этот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хочу сюда. Тут просто совсем круто. Я просто сравниваю твой подход с людей, которые постеры готовят обойным клеем, которые от дождя слезают. Ноу. Это не мой стиль. Так. Немножко смотрит вниз, правда, но... Не, нормально. Восход был, кстати, обалденный. Вот поэтому перец. Перец охуенный. Перец охуенный. А вот ты... Понимаешь, перец ты быстро не успеешь достать. Знаешь, что для меня самое охуенное? Ну не знаю. Бля, давай сделаем проще. О, бля, рот. Ебать, на видео, кстати, ты более массивный в маске. Ну, типа, на видосах ты, типа, ебать, кочка. Пожелай, нахуй килограмм 120. Если я сейчас футболку сниму, я тоже буду красивый и уважаемый. Рассказываю историю, за которую нас меня не посадят. Запикай потом что-нибудь, чтобы было непонятно, про что я говорю. Короче. Ай, блядь, это моя женщина увидит. Сука. Ну ладно, конечно, там подрежь, как-то, чтобы было непонятно, что это я. Не знаю. Типа, это описание. За мошь лицо. Короче, я на работу. Моя женщина славит, Володя. Нет, моя женщина на работу. Твоя женщина смотрит, Володя? Нет, помогу. Может. Я его буду смотреть. Короче, нужно. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, как-то дерьмовенько. Могла бы и посмотреть. Короче, я на работу. Блядь, нет, знаешь что? Не пиши это, реально. Это, это пиздец. Три-четыре утра. Идеальное время для стрит-арта. Это мы про летнее время, если что. Смотрите. Сейчас, по большей части, все дрыхают. Улицы реально пустые. И уже все. Достаточно светло. Не нужно никаких фонариков. Все и так видно. Ну и приблизительно где-то в это время мы уже начали активно клеить. Она должна сидеть на этой линии. Ну, то есть... Ты на этот хочешь клеить? Да, да, да. Ниже, 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 ниже. Она на железке должна сидеть. Все. Типа. Протирай. На железке. Да, как будто она на железке сидит. Бля, он не понял нихуя. Мне кажется, он понял. Выше, 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 выше. Чуть-чуть ниже. Погоди, нет. Чуть-чуть ниже. Нет, блядь. Выше, выше, выше. 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 Нет, ниже. Перекладина. Видишь? Перекладина. Как будто это горизонт. Это горизонт. Просто упри ее боком в нее в двух точках. В двух точках. Нет. Выкручивай, выкручивай влево. Блядь, наоборот. Все, молодец. Хорошо. Пушка. Да. Пушка, пушка. Пушка, да. И струнец. Запакал, блядь, все. Спасибо. Это обезжириватель. Не чувствую примыкания. А его и не было. Потому что здесь. Либо нет. Мало, чувак. Или выше поднимаем. Нет, нет вообще контакта. Да, нет контакта. Вот так вот, мне кажется. И оставим. Блин, а мясо. Мясо на колесах, блядь. Чем толще клевое соединение, тем проще отодрать. Да. Сейчас все будет. Майан, я шесть лет учился на художника, а у меня с композицией все нормально. Во! Погоди, нога, нога. Теперь я спокоен. Так-то мы уже долго гуляем. Как раз поджало на клапан, и мы решили свернуть в дворы. А там какое-то учреждение ремонтируется. И кто-то обратил внимание на то, что они выкинули в контейнер. Блядь, какая дрочь. Я ее в рот ебал. Блядь, парни. Блядь, мусорки. Погоди, я нахуя. Может, может, в Питер переезжу, в Москву переезжаем. Раз, сорви палку какую-то. Я хочу в Москву чел. Я хочу в Москву чел. Вам нужен любой пищевой водорастворимый краситель. Высыпайте сюда, размешивайте. Чернила с Питером готовы. Ростик шарик. Ростик шарик. Отвечаю. Так и есть. Ты ебало сломать, пидор? Вот так, ару, короче. Он говорит, извинися. О, хорош. Хорош, короче. Разбавлю повествование живыми вставками. Че тут комментировать? Они все скажут сами за себя. Куда пацана садаете? О, черпадери. Блядь, Володь, тебе надо с Ростиком аниме озвучивать. Это было бы хуяло. Блядь, чисто по субъективным ощущениям Саня весят меньше, чем моя тянка. Ого, бери меня в жены. Не, спасибо, я наполиня. Блядь, слушай, ожог у него сверху выглядит прям женская такая. Ну вот этот розовый явно провисит дольше всех. Я могу, типа, если он хочет прям. Блядь. Саня, ты спрыгнешь? Саня, у тебя... У него труба, у него труба, все. У тебя ветка, у тебя ветка еще была. Все. О, блядь, кто это уже сделал? Смотри, стропон обезьян. Блин, самое обидное, что когда их отрывают, то остается такой галимый след от клея. Очень некрасивый. Ну, оставь ты его на месте. Мои кадамы провесят хуй знает сколько времени. Блин, я спецом их лаком заливаю. Камон. Оу. И тут мы вспомнили, что у нас с собой есть банки. Теперь понимаете, зачем я замазал лица? Все-таки это дело такое. Можно доебаться. Реальный реставратель. Как работает с кинником, да? Да, слушай, офигенно вообще. Это сразу чувствуется скил. Да, пусть, значит, что это сделает. Младейший? Самый. Ну, тут уже просто разъеб пошел. Команда сдохла. Блин, Ростик, мы с тобой пиздец сейчас будем, блядь. Пиздец, пиздец, Женя, я от тебя этого же не ожидал вообще. Какой-то ты в говно полез. А-а-а. Это вот так делаете? Это вот так делаете в Питере, да? Да, слушай, да, он выиграл, короче, он выиграл. Ты не залезешь туда. Ты не залезешь. Чувак, там сигналка стоит. Там сигналка стоит. Московское метро, оно в 200 тысяч раз легче, чем питерское. Да. Следующего Кадама я наклею уже только под конец сходки. Короче, пацаны, вот это та самая золотая перила, на которой слайдили многие пацаны. Сейчас мы на ней точно не заслайдим. Да, у нас и досок даже нет. И вообще не скейтбордисты. Смотровая площадка, наконец-то мы до него добрались. Мы шли 6 часов. Борщевик, блядь, подмосковский борщевик. Как классно. Он и здесь присутствует. Красота. Какой образ мы где? Вы уже джек начали ебать? Короче, мы нормально так уже поднакидались. Чувство осторожности притупилось. Что, кстати, сыграло в дальнейшем против меня. Где-то через час открывалось метро, и к нам должны были подтянуться еще люди. Да и вообще, что-то целенаправленное красить задачи не стояло. Мы хотели в первую очередь погулять, пообщаться. Поэтому все проходило наизичем. Даже где-то можно сказать чересчур. Не спрашивайте, что я делаю. Я немного на себя воды пролел. Генералки. У меня ДКш не еще есть. Это Гук. Я тебе другим представлял. Он как узнал, что такая сходка намечается, сразу же из Мурманска на самолете прилетел. Начальный парень. Ну, ходим. Короче, объясняй ситуацию. Не, снимай ЖЭКу. Короче. ЖЭКа. Подожди, не стесняйся, стесняйся. На, на, забирай, забирай, забирай. ЖЭКа нашел себе новых друзей, блядь. Это что у тебя ухи, блядь? Наушники? Наушники? Что, блядь, музыку сейчас слушаешь? Нет, я себе просто... Ты с пацанами общаешься или музыку слушаешь? Ладно, все, сорян, не доебусь. У меня режим доеба начался. Я когда эти моменты монтировал, нормально так орнул. Оказалось, я многого вообще не помню. Помню только, что предложил посетить одну заброшку. И это здорово предопределило дальнейшее развитие событий. Короче, направляемся на Курский вокзал. Заодно и отрем посмотрим. Пацаны, по-моему, вообще его не видели. Не прорывался. Короче, пацаны более не в состоянии прорываться. Это мы проникаем в заброшенное депо, в котором проходил фарш в 2012-м. Кто не шарит, вот подсказочка. Такое, в общем, культурное мероприятие. О, Господи. И когда мы туда попали, насколько я был удивлен, настолько же и разочарован. Депошечку-то нашу сносит. Блин, это такое культовое место было. Пиздец. Немножко нелегально к вам забрались. Буквально 15 минут. Мы, короче, 15 минут поснимаем и уйдем. Без проблем, ладно? Спасибо. Все нормально. Ну что, пацаны, давайте, залезайте. Что, не хотите пачкаться? Ну я же не знал, что они эту сносят, блядь, понимаешь? Я думал, тут, блядь, нормальный спот. Они его снесли. А что, вы не хотите пачкаться? Вот эта вот хуйня, вот сверху, которая была. Что, залезть? Ростик, ну, наверное, есть вариант мне говнее сюда зайти. Ростик, смотри, я весь уже, типа, обморван. Да, я вытерсал. Блядь, ты не вытерсал, слушай. Да, запейхуй, мы все обратились. Пожалуйста, мне смосят, что я вспомнил. Поэтому я тебе говорю, нахуй, будь пафанцем. Тут был второй этаж, короче. Все сносит. Да, слушай, это круто, это очень круто. Ну, видимо, тут скоро появится очередной бизнес-центр. Или что-то подобное. Да, пиздец, конечно. Не, чувак, я тебе отвечаю. Если бы это было все в старом виде, мы бы здесь нормальное подключение нашли. Там кусков было навалом. Мой Фредди где-то там. Ну, уже не важно. Поперекусь, здравствуйте. Дайте нож. Че, да. Она в пылье, цифра. Нахуя? Нахуя. Нахуя ты нож. Молчит. Извините, а можно выйти как-то по-цивильному? И налево, да? Да, направо. А дальше произошла ситуация, в которую я очень не хотел попадать сегодня. Пока ребята ждали пополнения у метро, мы с Женьком захотели по-быстрому пройтись вдоль Атриума. Поглазеть на муралы. И как-то уже подзабыли, что мы, мягко говоря, не трезвы. Эээ, блядина, закрывайся. Да и с бухлишком разгуливаем довольно спокойно. Хотя время уже десять. Ну, короче, произошла очень неприятная встреча. Да, сейчас мы посмотрим. Нет, подождите, это моя личная... Я понял, понял, что это ваше личное. Можете занимать? Вы сами будете... Подождите, это мое личное мышление. Почему вы его трогаете? Потому что это у вас алкогольный напит. Нет, не важно, что это здесь. Откуда вы знаете? Посмотрим, давайте. Нет, подождите. Ребята, можно я сейчас батарейку сменю в камере? То есть, если хотите посмотреть, что у меня здесь, пожалуйста, вот два понятых. На бронюне дежурную часть надо. Нет, почему здесь прям? Вы задержаны. Есть основания для задержания? Да, за распитие алкогольной продукции. А как вы можете доказать это? Докажем дежурную часть. Я не собираюсь идти. Я тоже не пойду. На каком основании вы задержаны? Значит, это будет неповиновение законным требованием сотрудника полиции. Значит, смотри, если вы отказываетесь со мной пройти, это будет... Я составлю раппу о неповиновении законным требованием сотрудника полиции. Это тоже будет другая история. Другая история. То есть, мы, короче, идем в отделение, да? Да. Погодите, а вы разрешаете использовать вас? Ну, типа, вас надо замыливать или вы можете... Нет, нет. Все окей. Разрешено. Затворно мы снимаем. Все окей. Слушай, а если бы у меня была наличка, я бы предложил вам взятку, вы бы не взяли ее, да? Это было у нас на дело. Ну, короче, мы шли туда и прекрасно понимали, что один хуй, понятые найдутся, чехлы снимутся, сидор обнаружится, и мы оштрафуемся. Но вот лично мне, как человеку, ни разу не бывавшему задержанному в отделении, было очень интересно получить этот опыт. Мною двигала чистая исследовательская мотивация, поэтому я упорно стоял на своей выдуманной легенде. Хотя, повторяюсь, я прекрасно понимал, к чему все идет. Я считаю, что это моя личная вещь, и я ее повезу домой. Понятые, для личного обыску. Да, если мы будем смотреть, давайте понятые, иначе мы просто задерживаем ни за что. Мы дома выпивали, да, согласен. Дома выпили, пошли гулять. Будете забыть понятых? Нет, нет, а что мы так не имеем права на опечки? Не имеете права. Да я за вас прошу. А вы много законов знаете? Просто мне интересно, за что мы задержаны? За подозрение в том, что мы бухи, да? Ну, если утрированы. За это нас задержали? Так вы прочитаете. Открытая бутылка в руках является распятием по законам Российской Федерации. Открытая бутылка чего? Чего? Ну, сейчас посмотрим. Открытая бутылка чего? Сейчас посмотрим, чего. Давай сюда понятые посмотрим. Юрий, иди спать. Чего без маски ходить? Так у меня маска в кармане. Не сказали, что надо надеть. В кармане? Не в кармане, в сумочке. В сумочке. Ну, она должна быть не в сумочке. На мне? Конечно. Ну, извините. Сумочку она, что тебе? Защищать тебе ее. Мне надо сейчас ее надеть. Конечно. Ты не хочешь зарабиться от нас? Мы же не больные. Что, досмотры поводят? Надеюсь, полный. Давайте поспаться. Давайте поспаться. Чехол надо сюда? Евгений Олегович. Нет. Куда мне надо пройти? Прямо здесь? Прямо выкладывай. А, у меня есть бычок, который я не выкинул, чтобы на улице не мыслить. Обычно заставляю раздеваться. Это не по правилам? Извините, я не помню. В тот момент я вообще с него охуел. Сюда стельки там, обувь снять. Нет? Выдели на обувь, я тебе передумаю, что... Смотрите, внимательно. Смотрите. Слышно. Что? Брюки. Засучите. Смысл? На коленку не имеете? Да. Процедура обыска ничего незаконного не выявила. Но это формальность. Главное это установить. Что в бутылке? Это не пиво. А так? Расчекать. Да, это... Да. Бутер... Расчекляйте. Расчекляйте. Называется... Gold Apple. Угу. А у вас есть музыка, если не секрет? Блин, мне до сих пор интересно, он специально троллил их или что это вообще было? Все, выходите там, где это. Gold Apple. Ну что, картоси. Я могу не отвечать на этот вопрос? 70 дней, короче, надо оплатить штраф. Угу. Если не оплатите, то согласно статье 2025 будет еще там 1000 рублей штраф. Угу. А сколько вообще штраф? Штраф 500 рублей. Угу. Так, это согласно СМС-повещению, потому что... Ой, я не хочу СМС-повещения. Ну, напомню-то, если... Я не хочу. Ну, я не хочу СМС-повещения. Ну, смотри. Паспорт, питание. Откладки, паспорт. Угу, спасибо. Все, откинулся. Откинулся. Извините, пожалуйста. Как я рад, что мы довольно быстро выскочили из отделения. Все, блогер, поднялся. Снимаем. Я думал, что мы туда как минимум на пару часиков. Но все обошлось, и мы выдвинулись на еще одну заброшку. Кстати, я не так много знаю подобных зданий в центре Москвы. Тем более, с каждым годом их становится все меньше. Большой не буду клеить. Приклей вот этот. О, у меня есть бургер, кста. Это, походу, какой-то бывший жилой дом. Частично сгоревший. По таким местам нужно ходить очень осторожно. Мэн, он бефолтный, но он садится прям, ну, крайне дерьмовое. Посмотри, он глубже, он уже нажимается. Не, я хочу этим бахнуть. Мне нравится такие как-то. Не, давай хочу этим как-то просто бахнуть. Я вот так вот, взяла. Растряси побольше. Чувак, я уже растрясываю, а я чувствую, что все, даже с 1 снял. Бля, это лоу-прессер получается. В тот момент поймал себя на мысли, что я дико устал. На улице уже вовсю движуха, а я как будто остался в прошлой ночи. Мозги уже не соображают. Мне явно нужно поспать. Бля, низкое давление. Да, чувак, это реально лоу-прессер. Знаешь, как это? Есть баллоны. Шариш тоже МТНовские, которые... Как, блин, ростик, ростик шариш. Короче, нет, не тот стиль вообще. Либо кэпы не так подходят, либо что-то не то реально. Но типа я не получил удовольствие от рисования. Ну, конечно, усновенно, как-то прям совсем-совсем слабенько. Ну, запах хороший. Запах, блин, обожаемый МТНовский запах. Где наш четвертый? Тебя тоже на лицо замазывать, да? Да, не обязательно. Блядь! Потом мы еще немного полазили по этим коридорам, нашли какую-то комнату бомжа, да и более ничего интересного. Не знаю, в посещении таких мест есть свой специфический фан. Особая эстетика. Воучию виден ход времени, и это невольно заставляет задуматься. Задуматься над тем, что если тебе понравился видеоролик, то какого хрена ты еще не подписан на канал? Ты считаешь, что это вообще нормально? Оцените видос, лайк, дизлайк, и оставьте комментарий по-братски. Надо приподнять стату. Также подписывайтесь на инсту. Там все, что обычно выкладывают в инсте. Чекните. А в группу ВКонтакте вы можете скинуть свое творчество. На всеобщее обозрение. Кстати, это отличная платформа, если не знаете, где выкладываться. Разумеется, не все влезло в этот ролик. Например, история про Китай и город. Или как на Павелецком вокзале до меня доебались какие-то бичи из-за сигареты. Определенно, это была одна из самых ярких ночей за последнее время. Короче, пацаны. Надо будет это как-нибудь повторить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!